Боготеть Бога Он говорит не заботиться То есть не беспокоиться О материальной стороне жизни Не беспокоиться это значит не тревожиться Не волноваться ни о чем А просто по детски доверять Богу Как нашему отцу Так как дети доверяют родителям Что родители о них позаботятся Так Ишуа призывает нас Доверять нашему небесному отцу И в этой связи мы разбирали В предыдущей программе Некоторые стихи из Нагорной проповеди И сейчас я хотел бы вернуться Ненадолго к ней Чтобы поразмышлять над еще одним стихом Который на самом деле является Ключевым Как всегда мы прочитаем его в контексте Иначе понять его значение будет Немножко трудно Матфей 6 глава Стихи с 26 по 33 Взгляните на птиц небесных Они не сеют Не жнут Не собирают житницы И отец ваш небесный Питает их Вы не гораздо ли Лучше их Да и кто из вас Заботясь Может прибавить себе Росту хотя на один локоть И об одежде Что заботитесь Посмотрите на полевые лилии Как они растут Не трудятся Не придут Но говорим что и Соломон Во всей славе своей Не одевался так Как всякая из них Если же траву полевую Которая сегодня есть А завтра Будет брошена в печь Бог так одевает Кольми пачи То есть тем более Вас маловеры Итак не заботьтесь И не говорите Что нам есть Или что пить Или во что одеться Потому что всего этого Ищут язычники И потому что Отец ваш небесный Знает Что вы имеете нужду Во всем этом Ищите же прежде Царство Божье И правда его И это все Говорит Ищуа Приложится вам В двух предыдущих Программах Мы делали ударение На том Чего делать Не нужно Конечно же Это не наше ударение Это сказал сам Господь И именно Такими словами Он сказал Не заботьтесь Не беспокойтесь Не говорите И так далее Однако сегодня Я предлагаю Пойти чуть дальше И посмотреть на то Что нам нужно делать Согласно его словам И об этом В нашем отрывке Которое мы сейчас Прочитали Сказано в стихе 33 Ищите же прежде Царствие Божье И правды его И это все Приложится вам И услышав Эти слова У нас может быть Возникнет Такое искушение Подумать Знаете Хорошая идея Оставить Всякое беспокойство О материальном И Сосредоточиться На Царстве Божьем Пожалуй Я однажды Действительно Когда-нибудь Займусь Поисками Царствия Божьего Раз Господь К этому Нас призывает И для того Чтобы мне Не отвлекаться В моих поисках На деньги На материальное Я сначала Их заработаю И побольше А уж потом Целиком И полностью Сосредоточиться На духовных вещах Думать Что обладание Деньгами Или обладание Богатством Позволит Нам Сосредоточиться На Боге На мой взгляд Это такое же Обольщение Как думать Что ты можешь Доверить Овечью Отару Серому Волку После того Как мы Начнем Зарабатывать Деньги Что будет Нашей целью Конечно же Попытаться Что-то Отложить И сберечь Отложенное А что будет Потом Какая будет Потом у нас Цель Конечно же Как это Вложенное Как это Отложенное Вложить Выгоднее Как инвестировать Наши деньги Защитить их От инфляции Получить от них Какие-то доходы И так далее Это совсем не значит Что зарабатывать Или откладывать Или инвестировать Это что-то неправильное Я совсем не имею Этого в виду И не говорю об этом Речь идет Не об этом Речь идет о том Что если мы Поставим эти вещи Впереди Поиска Царствия Божья То мы будем Тешить себя Пустыми надеждами Мы никогда Так и не начнем Действительно Искать Царство Божье Прежде всего Что это значит Это значит Что если Святой Дух Прикоснулся К нашему сердцу И он Влечет нас К Богу И мы чувствуем Это побуждение Искать Бога То с нашей стороны Мне кажется Будет большой глупостью Сказать Нет-нет-нет Это подождет Не сейчас У меня есть Свои планы Построить Свечной Заводик Ишуа Рассказал Несколько Очень сильных Прич О том Что второго Приглашения На брачный Пир Может и Не быть И поэтому Если мы услышали Этот призыв Мне кажется Что на него Нужно откликаться Немедленно Слово Ищите Которое Стоит В нашем Тексте Здесь Ищите Прежде Царствия Божьего В греческом языке Оно стоит В такой форме Которая означает Постоянное действие Эта форма используется Как в тридцать втором Стихе Где сказано О язычниках Что язычники Ищут Что есть Что пить Во что одеться Они заняты Этим поиском Также оно используется И в следующем стихе Обращенным к ученикам Что вы Ищите Царствие Божьего И таким образом Ишуа создает Контраст Между двумя Группами Людей Общее между Всеми нами То что мы все Как люди Мы все Чего-то ищем Вопрос лишь в том Чего мы ищем Причем ищем мы этого Постоянно И То есть мы постоянно К чему-то стремимся Однако есть большая Принципиальная Говорит Ишуа Разница Между Язычниками И учениками Господа Первые То есть язычники Постоянно заняты Своими материальными И финансовыми Нужными И они не просто Заняты ими Они стремятся К их удовлетворению Вторые То есть ученики Ишуа Устремлены В другом направлении Они устремлены К царству Божьему И к его Правде Или правильности И в этой связи Я хочу задать Два вопроса На которые попытаюсь Ответить в ближайшие Несколько минут Что это значит Искать Царство Божье И правды Его И как Это делается В реальной Жизни Прежде чем мы Ответим на них Давайте Попробуем Обратить внимание На потрясающее Обетование Которое Дает Ешу Своим Ученикам Он говорит И это Все Приложится Вам Это все Это то Чего ищут Язычники То есть Еда Питье Если говорить Одним словом То это удовлетворение Наших материальных Потребностей И приложится Даже и в русском языке И также в греческом Это слово Которое стоит В пассивном залоге То есть Это будет Вам Дано Это будет Вам прибавлено Или это будет Доставлено Вам Если мы Таким образом Перестанем В первую очередь Говорит Господь Стремиться К материальному А вместо этого Устремимся К Божьему царству И к его праведности То материальное Будет Нам Он говорит Доставлено И вопрос Кто же займется Этими доставками Или поставками Еды И пищи И Простите Одежды И пищи И всего прочего Что нам нужно Конечно же Это сделает Господь Бог И Чтобы мы Не сомневались Потому что Когда мы Слышим Господь Бог позаботится Об этом Господь даст тебе еду Господь даст тебе то Господь даст тебе все Иногда у человека Может возникнуть Мысль Господь Сам Он там На небесах Сидит А я здесь И с небес Пока что Ничего не падает Как-то вот Мне на стол Ни разу Буханка хлеба С небес не упала И Кипяточек Мне с небес Тоже не налил В чашку Ни разу Ну как это Господь сделает О чем речь За этой мыслью Стоит просто сомнение И для того чтобы Мы не сомневались В Божьем желании И способности Кормить И одевать нас Еще призывает Нас посмотреть Говорит он Посмотрите На творение Божье Говорит Посмотрите На птиц Бог Кормит Этих птиц Вы Как насчет Вас Действительно А что Насчет Нас Как насчет Нас Иногда Верующие люди Страдают От очень Низкой Самооценки Они рассуждают Может быть Несознательно Но где-то В глубине Сердца Есть такое Чувство Есть такое Ощущение Кто Кто Я Такой Чтобы Богу Самому Богу Было Дело До Маленького Ничтожного Меня Да я же Ничего особенного Из себя Не представляю Кто Я Такой И это Еще в лучшем Варианте Чтобы не Сказать Хуже Что я Ниже Плинтуса И так Далее И так Далее Неверующие Люди Зачастую Думают Что верить В Божью Персональную Заботу Как мы Иногда Говорим на Иврите Ашгаха Пратид То есть Персональное Попечение Всевышнего О тебе Это признак Неравновешенности Психики Я помню Прекрасно Как Когда я Стал верующим Человеком Моя мама Начала мне Говорить Ты что Вообще О себе Думаешь Что Ты О себе Возомнил Что Бог Сам Бог Слушает Твои Молитвы Что Делать Больше Нечего Некем Больше Заняться Кто Ты Такой Что Он И безусловно Я полностью Согласен С тем Что Возомнить О себе Больше Чем Ты Являешься Реально Это грех Это гордыня Но давайте Вспомним Вот что В книге Перешит Написано Что Человек Создан По образу И подобию Божьему И Во всем Творении Таким По образу И подобию Божьему Больше Не создан Никто Другими словами Человек Мы с вами Это Венец Творения Наивысшее Из всех Божьих Творений То есть Если Расставить Все Что Створил Бог По порядку Важности И ценности То мы будем Не на последнем Месте А на первом И в этой Иерархии Мы стоим Даже выше Ангелов Они ниже Нас И над нами Стоит только Сам Творец Ну как Как вам Такая мысль По-моему Это совсем Неплохо Если это Применить К нам С вами То есть Это сделать Почему нам Трудно В это Поверить Ах ну да Как же Это я забыл Проблема в том Что мы Грешим Поэтому Мы считаем Себя Недостойными Божьего Внимания И Попечения Так что Птицы Которых Бог Предположим Да Кормит И Трава Поливая Которую Бог Предположим Да Одевает Это Хорошо Думаем Мы Где-то Может быть Иногда В самой Глубине Своего Сердца Есть Какой-то Червь Сомнение Который Побуждает Нас Рассуждать Таким Образом Да Может быть Бог Кормит И одевает И птиц И траву Но К нам Это Не имеет Никакого Отношения Мы то ведь Не птицы А грешные люди Поэтому С Богом У нас Совсем Все не так Просто Думаем Иногда Мы Как у птиц И у цветов Знаете С одной стороны Это действительно Правда У птиц И цветов Нет Заповедей У них Нет совести И у них Нет способности Слушаться Любить Или Соответственно Не слушаться И грешить И не любить Быть эгоистом А с другой стороны Есть еще Кое-что Что мне кажется Мы должны учесть Мы должны учесть Что Бог Очень добр Ко всем Своим созданиям Мы наверное Никогда Полностью Не поймем Его Великой Огромной Потрясающей Доброты Во всяком случае Здесь в этой жизни Я не думаю Что мы ее Усвоим Сердцем До конца Но он Очень и очень Добр И милостив И терпелив К нам И поэтому Когда он смотрит На нас с вами Первое Что он видит Это так важно На мой взгляд Понять Первое Что он видит Глядя на нас Это не грязь И не мерзость Наших грехов А свое творение Вымазавшееся В грязи И не просто творение Какое это творение А свое уникальное И наивысшее творение Свое подобие Свой образ Он конечно Замутнен И конечно Он искажен Но он все-таки Сохранился В нас И поэтому Ишуа говорит Если Бог Так Одевает Траву Которая сегодня Есть А завтра Будет брошена В печь То тем более Он оденет И накормит Тебя В другом месте Он говорит Вы дороже Многих Малых Птиц Нам нужно иногда Задать себе Этот вопрос А сколько Я стою Сколько Какова моя цена И Здесь есть еще Одно отличие В отличие От цветов Это то о чем Говорит здесь Ишуа Вы Есть И сегодня И завтра Цветы завтра Будут выброшены В печку Завтра они Сгниют Вы Есть И сегодня И завтра И целую вечность Каждый из нас Мы проведем Вечность Или в присутствии Бога Или в менее Приятном Месте Но мы Будем жить Вечно Всегда Мы будем И раз Бог Так Заботится О наименьших Своих созданиях Говорит Ишуа То конечно же О нас Он заботится Уж явно больше Чем о них И поэтому У нас не должно Быть сомнений в том Что Бог с радостью Даст нам все Что нам нужно Однако Как мы уже сказали Наши отношения С ними такие Как у птиц И он ожидает От нас Чего-то Большего Чем чириканье В промежутках Между едой И сном И поэтому Обещание Ишу О том Что все это Приложится Вам Связано с Выполнением Нами Одного Важного Условия Мы его уже читали Ищите прежде Царство Божье И правды Его Что же он имеет ввиду Говоря Эти слова Когда мы читаем Что язычники Ищут Пищу И одежду Это нам понятно Пища Питье Это совершенно Знакомые И конкретные Вещи И как их искать Тоже понятно Ты идешь на рынок Или в магазин Или если никуда не хочешь Выходить Сегодня можно просто Зайти в интернет На соответствующий Веб-сайт И там Поискать И там найти Все что тебе Нужно А что такое Царство Бога И что такое Правда Или праведность Божья Как их искать И как их Находить И еще Как понять Что поиск Царства И праведности И стремление К ним Должно быть У нас Таким же Постоянным Занятием Как у язычников Постоянное занятие Поиски питья И пищи Ведь Почему мы Постоянно Занимаемся Этими поисками Еды И питья Потому что Мы покушали Поели А через 4 или 5 часов Наш желудок Снова Просит Напомнить Его Мы израсходовали Энергию Которую получили Неужели с Богом Все обстоит Точно так же Ведь разве Можно сказать Мы не получаем Его праведность Однажды Раз и навсегда Как получил ее Наш праотец Авра Ведь написано Что он поверил Богу Когда тот Пообещал ему Потомство И эта вера Вменилась Ему В праведность Если точно так же И у нас То зачем нам Снова искать То что нам Уже дано Раз и навсегда Когда Ешел говорит О праведности То он имеет Ввиду Не просто Какой-то Юридический Статус Праведника Который есть У человека Раз и навсегда И точно так же Когда он Говорит О царстве Божьем То в его Понимании Это не что-то Статичное И неподвижное Что ты Нашел Один раз И навсегда И теперь Это у тебя В руках И все Это больше У тебя Никуда Не денется Он говорит О чем-то Живом Он говорит Что нам Нужно Искать Бога Искать Его Присутствие Его воли Его любви Его силы И жизни Его И жизни Вместе С ним С ним Постоянно С таким же Постоянством Как Обычные Люди Неверующие Люди Ищут Пищу И еду То есть Он хочет Чтобы Бог Стал не просто Абстракцией Какой-то Которую мы Каким-то Непонятным Образом Нашли Чисто Теоретически Он хочет Чтобы Бог Стал нашей Жизнью Потому что Жизнь Это что-то Динамичное Это что-то Что не стоит На месте Это что-то Что происходит И сейчас И постоянно И всегда И он хочет Чтобы его Слово Его дух На практике В повседневной Жизни Были В нас Постоянно Чтобы это Было Присутствие В нас Магазин И рынок И то что Там происходит То что там Покупается И продается Это важно И это нужно Но у нас Должны На первой На первом месте В жизни Стоят Другие вещи И если Такое отношение Говорит Ишо Есть у нас К Богу В нашем сердце То К тому Что продается В магазине И на рынке Мы будем Соответственно Относиться Уже не так Как относятся Язычники Тогда в таком случае Каким именно образом Я совсем не имею ввиду Что мы будем Презирать материальное Что мы будем Презирать деньги Что мы будем Вести какой-то Монастырский Образ Жизни Сурового Аскета Когда мы будем Сидеть на каше И в воде И целиком И полностью Устремлены будем Только в небеса Я имею ввиду Нету Я имею ввиду Простоту Что такое Простота Если в двух словах То это Образ жизни В котором Материальным вещам Отводится То место Которое им Должно Отводиться Когда на первом месте Стоит Бог Не меньше Но и не больше И об этом Очень хорошо Написано В книге Ричарда Фостера Книга называется Прославление Дисциплины Я рекомендую Вам почитать Ее Он говорит Что простота Это прежде всего Три внутренних Позиции Которые мы можем Занять А также Некоторые Внешние привычки И в следующей части Нашей программы Мы поговорим И о том И о другом Оставайтесь с нами Спасибо Субтитры подогнал «Симон»